В последнее видео мы с вами рассмотрели инфоповоды, сейчас переходим к следующей теме, и она называется «Иллюзия. Информация. Мираж». Это то, что выдается желаемое за действительное, и примером может являться это приобретение недвижимости в ипотеку на 30 лет. Смотрите, первая уловка, которая встречается каждому жителю молодого возраста, когда нет имущества и требуется приобретать в рассрочку, в том числе ипотека, является одним из способов приобретения данного имущества. Какие здесь могут быть подводные камни? Одним из подводных камней является то, что формула расчета банка по отношению, сначала она формирует 70%, вы вначале выплачиваете проценты за весь период, то есть это получается из 30 лет 21 год вы выплачиваете конкретно проценты по кредиту, и последующие 9 лет вы выплачиваете сумму основного долга, который вы взяли. Таким образом, за 21 год, если у вас возникнет финансовое затруднение, то есть вы потеряете работу, вот сейчас, например, очень напряженное время, люди лишаются работы, бизнесы рушатся, малый бизнес вообще весь хлопывается, поэтому с такой перспективой можно рассчитывать на то, что вы в один прекрасный момент можете очень сильно задержать выплату по ипотеке. И, соответственно, в течение до полугода, скорее всего, вы можете, конечно, написать справку об отсрочке, но сумма у вас в любом случае просто перенесется на конец ваших 30-32 лет. То есть ничего по факту не поменяется, вы просто сделаете небольшую отсрочку. Но если вы все-таки решили загаситься и не платить, например, полгода, то банк по договору, который вы с ним подписали, имеет право подать судебный иск и на отчуждение данного имущества. То есть по закону, все дела. И фишка в том, что, скорее всего, данная сумма, выплаченная вами, например, за 21 год, она является процентами по основной сумме. Соответственно, в любом случае вы останетесь с носом, потому что у вас произойдет отчуждение имущества плюс деньги, которые банк по своим хитрым формулам насхематозил. Он в любом случае отожмет их и он будет, как говорится, прав. Потому что, когда вы подписываете договор и там указывается формула, соответственно, там есть где-то мелким шрифтом и пункты по расторжению данного договора. Поэтому сам вот этот иллюзорный рандом, который называется ипотека, вы не сможете его так таковым в самом начале, его правильно оценить, все его риски, которые возникают при заключении договора с банком по приобретению имущества, так называемой ипотекой. Поздравляю вас! Вы подписали договор с банком и стали счастливым обладателем ипотеки. Это вам очень сильно повезет, если вы возьмете готовую квартиру, где не потребуется еще там минимум поллимона денег для того, чтобы сделать ремонт. Вы воззяли, например, квартиру в панельном доме, где уже поклеена обоя, лежит линолеум, поставлены двери, окна и даже входная дверь является деревянной. Смотрите, какой фактор я хотел бы с вами обсудить. Иллюзия заключается в том, что когда вы заходите на этот путь ипотеки, вы анализируете информацию, что может происходить в тот или иной период времени. Соответственно, вы смотрите на общую ситуацию по экономике в стране. Вам говорят, ВВП растет, все нормально, мы передовая страна, вот, америкосы, они нас догоняют. Таким образом, вы ориентируетесь на общие признаки, которые не имеют никакого отношения к вашей личной ежемесячной платежке, которую вы будете платить каждый месяц, 30 лет. Таким образом, это фактор, который вы, опять же таки, не учитываете. То есть, иллюзия возникает того, что, да, в принципе, там небольшая сумма, 50% от моей стандартной зарплаты, туда-сюда, и мы как бы справимся, да, рассуждает глава семьи. Но фактор стресса никто не учитывает, потому что, посмотрите видеоролик «Потеря контроля над ситуацией», вот это именно то, что вас будет кошмарить в течение 30 лет. Каждый день вы будете находиться именно в этой стеклянной банке, как и та самая мышка, которая будет испытывать определенный стресс каждую секунду. И рано или поздно вы сломаетесь. Как это передается, в принципе, как быстро это произойдет? Дело в том, что если вы жили бы один, то, может быть, еще как бы исправились. Но когда у вас семейные отношения, то есть есть супруга, у вас внутренний стресс каждым годом нарастает, и вы не понимаете, какой внешний фактор приводит к тому перевозбужденному состоянию, которое у вас, например, присутствует. У вас есть определенная нервозность, плохо высыпаетесь, постоянно беспокоитесь, что конец месяца нужно опять платить. Поэтому это откладывается на общий фон семьи, и рано или поздно идет реальное отражение в пространстве, что, например, ваша девушка начинает замечать, что вы стали какой-то напряженный, дерганый. Самое главное в этой ситуации распознать общие факторы, которые приводят к такой ситуации. Поэтому, если мы сейчас с вами их уже проговорили, вы уже приблизительно будете понимать, что этим невидимым врагом для вас является ежемесячный платеж по ипотеке. Это очень важно знать, потому что большинство семей не выдерживают это психологическое напряжение, то есть глава семьи просто уходит в нирвану. Это хорошо, если он является трезвенником, но зачастую нервы сдают. Поэтому возникает разного рода зависимости, алкоголь, табакокурение и все остальное, что может являться хоть каким-то поводом расслабить свою мышечную и мозговую деятельность, чтобы сбросить этот груз. Об этом грузе вы сейчас уже знаете. Это ипотечный стресс, потеря контроля над ситуацией. Это нужно вам понимать, чем вам, дорогие друзья, придется столкнуться в ближайшие 30 лет.